В сентябре 2016 года мы с Юлькой тусили на каком-то мероприятии, Юлия Топольницкая, предложила мне, говорит, давай поменяем скрепку на квартиру. Я говорю, какую скрепку на какую квартиру? Она говорит, ну есть история, где канадский парень поменял скрепку на дом двухэтажный. Я думаю, что, что, что? Выход Сереги был вообще не запланирован. Я не знал, что он здесь. Шоу-экбровизация, знаете, смотришь, шоу-экбровизация на СТНТ, да? Она сказала и забыла. Я проштудировал весь интернет, нашел все про этого Кайла Макдональда. В 2005 году он обменял за 14 обменов, за год, он обменял скрепку на двухэтажный дом. Скрепку на ручку, потом ручку на дверную ручку и так далее. Свои цели он достиг всего лишь за год. И я такой, говорю, ты что, давай, конечно, меняйте. Но начнем с нуля. У нас не было скрепки, а мы решили, что красная скрепка должна. Мы пошли по магазинам, нас смотрели как на идиотов, реально. Мы ходили-ходили, в один магазин зашли, и парень говорит, ну, есть скрепка. И вот он дает нам скрепку. Ну, естественно, мы сразу записали видео, что мы там меняем скрепку. Вот, предлагайте свои варианты. Ну, мы думали нам, как ему предложат какую-нибудь ручку или там степлер, что-то такое. Ну, мы думали, что это мелкое. И у нас будет все это постепенно, постепенно, постепенно. А нам обрушилось предложение прям валом. Нам предлагали уже и почку, но это был юмор, правда, мы все это понимали. Девочка из Новомосковска, Оля, говорит, да, я серьезно настроен, я готова меняться на фотоаппарат. Мы говорим, сколько стоит фотоаппарат? Она говорит, примерно 20 тысяч рублей. Ты готова отдать за скрепку? Говорит, да. Мы поехали в Новомосковск. Встретили приятная девочка. Она прям очень скромная. Вот, говорит, что заработала на фотоаппарат сама. Первый решил обменять нашу скрепку. И со спокойной душой она говорит, мне понравилась идея, я верю в ваш проект, я верю, что вы доменяетесь. Вот, и забрала у нас скрепку, отдала нам фотоаппарат. Написывал, что это фотоаппарат. Все бумажки есть, абсолютно все. И мы сразу выложили его. Очень быстро нашлись люди на фотоаппарат. И мы готовы обменять его на что-то крутое. Мы много выбирали всего. Выбрали мопед старый, Хонда Джорна. Парень из Рязани нам его предложил. Кафе Чербинчок. Короче, мы приехали за Хондой. Это наш! Это уже было октябрь, прохладно. И мы поехали на машине туда, а обратно... Ну, мопед мы не знали, как везти. И мы сели и поехали на мопеде. У нас не было нормальных шлемов, но у меня были сноубордические. Мы вообще надели экипировку сноубордическую и поехали на мопеде до Москвы из Рязани. Мы выложили мопед, и где-то через неделю нам написали ребята, которые говорят, давайте мы вам его затюнингуем. Нам перешили сидушку, ручки, покрасили. Ну, в общем, он стал вообще идеальным. Но, несмотря на то, что он красивый, мы так долго его меняли. И мы вот больше, чем полгода меняли мопед. И встретили пластического хирурга, он говорит, а давайте поменяемся на сиськи. Мы себе в голове не могли представить вообще, что мы можем поменять что-то. Тебя наебали, чувак, он как бы реально вообще не... Ну, как бы... Мы сначала такие, ну какая пластиковая... А потом он когда сказал цену, 200 тысяч, а мопед стоит 50. Да, ну мы согласились и вот встряли жестко. Так мы себе их не оставили, мы их поменяли дальше. Реально, мы отдали мопед, а нам отдали сертификат на пластику груди. Дорогие девушки, у вас есть нереальная возможность забрать сиськи и отдать нам что-нибудь интересное. У нас же все люди снимаются на видео, мы все обмены снимаем. И вот так дама, которая согласится сняться на видео... Естественно, были, которые готовы были на все ради сисек, так они говорили. Я готова на все ради сисек. Они предлагали то, что стоит гораздо меньше. Попался парень, которого жена просверлила всего, просверлила ему голову, говорит, отдай свой старый джип. Газ-62, 61-го года, на котором он ездил на рыбалку, она его вот так трясла, говорит, отдай им этот старый джип, возьми мне новые сиськи. А вот сиськи прям нужны, да? Сиськи, блин, вообще зачет. Сиськи нужны всем. Вот это? Ногой вообще? Не-не, ногой, ногой. Ногой нажимаем, так. И он, скрипя сердцем, нехотя отдал нам эту тачку. Но, надеюсь, он сейчас наслаждается. Я думаю, он не жалеет. Появился, значит, у нас ГАЗ-69, 61-го года. Красивенький. Встретили парня. Он говорит, вот что вы хотите за этот ГАЗ-69? Льва хотите? Я говорю, чего? Он говорит, льва настоящего. У меня у друга есть заповедник. Вот там есть львы. Будет ваш лев, собственно. Я говорю, нет, льва не хотим. Мы не знаем, что с ним делать. Они говорят, альпаку хотите? Я говорю, какую альпаку? Ну, вот как я альпаку буду менять дальше? Кому я отдам альпаку? Он говорит, ну, пожалуйста, придумай, что. Я говорю, тебе зачем? Он говорит, мне прикольно. Вот. И он что-то ковырялся, ковырялся. И вот он сказал, говорит, я могу часы отдать за полмиллиона. Я говорю, а что я буду делать с часами? Ну, за полмиллиона. У меня нет знакомых, которые хотят часы за полмиллиона. И потом в каком-то разговоре с друзьями всплыло, что у нашего знакомого, Васи Смольного, это основатель бешеной сушки, у него, типа, есть болезнь, он любит часы. Потом это оказалось дезинформацией, но все равно я приехал к Васе, говорю, Вася, смотри, вот есть часы за полмиллиона, давай меняться. А Вася мозг говорит, давайте, я заберу у вас часы, а вам предложу право выбора. Две коробки. В одной коробке скрепка, в другой коробке ключи от мини-купера. Вы можете сами выбрать, а можете менять дальше. Вот это право выбора. И мы такие, естественно, согласились, потому что мы были уверены, что мы выберем мини-купера. Вот, мы решили сами выбирать. Мы собрали тусовку в клубе, позвали Васю на сцене, поставили эти две коробки и посрались. Мы с Юлькой жестко посрались, она там не хотела со мной разговаривать, потому что мы выбирали коробки, ну, не знаю, полчаса, наверное. Мы не могли выбрать, я говорю, это коробка, она говорит, это коробка. А Вася еще масло в огонь подливал, он говорил, я за эту коробку, если вы выберете, дам полмиллиона еще. И я был уверен, что если человек предлагает за коробку деньги, значит, точно он хочет сбить с толку, и там то, что-то ценное в этой коробке. И я закипел вообще, и мы, короче, в итоге, чтобы не ругаться окончательно с Юлькой, мы предложили Васе вариант, что мы уйдем за кулисы, поменяем там содержимое коробок, вынесем, чтобы он выбрал. Он здесь согласился, мы поставили перед ним коробки, он выбирает коробку, мы открываем, а там скрепка. Мы все это делали в прямом эфире в инстаграме. И мы начали уже говорить, ребята, мы откатились назад, мы готовы менять скрепку, и так вот, новые предложения. И Вася все это слушал, слушал и говорит, а я готов, типа, вам отдать мини-купер, я морально был готов к этому, я отдам вам мини-купер, говорит, подарю. Но разницу между мини-купером и часами вы мне вернете. 800 тысяч рублей. Часы полмиллиона, мини-купер миллион триста новый. Ну, мы такие, ну, блин, он говорит, не деньгами, физическими упражнениями. И мы, конечно, согласились, ну, блин. И договорились с ним, что это будут приседания. То есть одно приседание, один рубль. Мы запустили хэштег смольному за купер, вот. И люди со всей России приседали под этим хэштегом, вкладывали в инстаграм, ставили хэштег смольному за купер. И мы подсчитывали, сколько приседаний в итоге они там приседали. Ну, два месяца приседали. Есть одна девочка, которая в общей сложности сама, она приседала, наверное, тысяч сто. Каждый день у нее начиналось с того, что она приседает, она каждый день выкладывала. Реально, она одна, как армия. Нам присылали из Америки, из Бразилии, из Испании видосы. И мы вот за два месяца отработали мини-купер. Вася вообще не прогадал. Я говорил, что Вася бизнесмен. Вот Вася крутой. Вася, ты крутой. Ты же наверняка смотришь это видео. Когда мы стали полноценными обладателями мини-купера, записали новое видео, что мы опять меняемся. Вот тут мы уже придумали, что мы хотим фудтрак. Мы думаем, поменяем фудтрак, делаем из него бизнес и будем менять дальше. Очень быстро откликнулся Эмин Агаларов на эту историю. Потому что они с партнером сделали приложение. Вот мы занимаемся в офлайне проектом. Мы меняемся так, вживую. А они делают это все в онлайне. Есть приложение Swoper. Ты там регистрируешься, выкладываешь телефон, выкладываешь его в сеть. И ставишь цель, там, хочу машину. И приложение выстраивает цепочку из людей, которые готовы меняться, но поэтапно. Кому-то нужен телефон, он отдает за это что-то. Что-то нужно другому человеку. И приложение выстраивает автоматически цепочку. Тебе нужно просто связаться с этими людьми и обменяться. Вот Эмин с партнером, чтобы прорекламировать вот эту историю, они специально под нас купили футрак за миллион семьсот. Миллион семьсот или миллион восемьсот, я не помню. Естественно, они забрали у нас мини-купер. Отдали футрак, но у них было условие. Мы должны были поехать на этом футраке, на фестиваль жара, чтобы торговать там бургерами. Мы все сделали, поехали на фестиваль. Мы запаслись бургерами на три дня. В первый день за 4 часа мы продали все, что у нас было. Вот такие мы бизнесмены. Я не знаю, как мы считали. И мы сидим, мы говорим, мы закрылись и говорим, у нас больше нет ничего. Нам помогли, у нас появились поставщики, нам все привезли. Но все равно, каждый день, сколько бы мы ни брали с собой продуктов, вот сколько умещал футрак, мы продавали все, мы закрывались и говорили, извините. В первый день 4 часа, второй день 6 часов, в третий день мы затарились. Вообще все, нам негде было ходить в этом футраке. Там мы отработали вообще шикарно. Я подумал, ну, так работать можно. Приехали с жары, поработали в парке Горького и поняли, что у нас футрак не предназначен для того, чтобы там что-то жарили. Он пластиковая обшивка там какая-то. Это впитывается все, жир, запах, не вымывается. И нам сказали, так это должно быть все металлическое. Мы нашли ребят там, про-сервис, которые нам обшили все это металлом, говорят, ну, надо оборудование теперь завозить. И поэтому мы начали искать тех, кто нам туда по бартеру все это засунет за рекламу. Нашли еду на колесах. Они производят футраки. Мы думаем, ну вот сейчас они нам и поставят оборудование. И они говорят, мы вам ничего не будем делать. Говорят, мы хотим, чтобы в городе были красивые футраки. Они такие, давайте меняться. А мы говорим, на что? И они показывают нам огромный, по сравнению с нашим, футрак, в котором 19 квадратных метров. В котором полно холодильников, вытяжки, теплые полы. Мы так вот стоим и мы не верим. Футрак наш стоил 1 700 000 или 1 800 000. Со всем оборудованием, которое там есть, ну, 2 миллиона. Красная цена им. А они нам предлагают футрак, который у них стоит 3 300. Мы делаем скачок в 1 300 000. Мы обменялись с едой на колесах. Сейчас мы упаковываем его как бизнес. И благодаря как раз вот парку Горького мы постояли на выставке в метро. У меня в голове появилось представление, как должен выглядеть стрит-фуд, да, уличная еда. Это должно быть быстро, удобно и вкусно. Вроде бы 3 простых правила, но чтобы к этим 3 простым правилам прийти, нужно сделать колоссальную работу. Максимальная выручка с футрака. Мы заработали за день 200 000 рублей. Привет всем. Мы самые крутые мексиканцы. Мы правда русские. Самые бомбические коктейли это скрепка. Скрепка рулит. Серега красавчик. Сейчас мы вложили столько в этот проект, в этот футрак, что нам очень жалко его отдавать. На этом футраке, когда мы стояли на метроэкспо на выставке, честно скажу, мы собрали плохую команду. Поваров. У меня выдача бургера. Я один раз засек время. 20 минут. Естественно, ни один нормальный человек не будет ждать бургера 20 минут. У нас постоянно уходила очередь. И еще была одна проблема. У нас не было эквайринга. Уходили половина людей. Рядом с нами стояли Blackstar бургеры. А у них отдача 3 минуты. У них так все автоматизировано. Они отдавали за 3 минуты. Поэтому у них вот огромная очередь рассасывалась в момент. Естественно, люди вставали и покупали там. Сейчас у нас отдача 6 минут. Сейчас нам поставили еще оборудование. Поставили катер. Это нарезка овощей, нарезка там. Все, что угодно можно резать. Повара приезжали за 2 часа, чтобы делать заготовки. Сейчас они приезжают за 20 минут и нарезают все, что они делали за 2 часа. Мы оснащаем футрак всем оборудованием, чтобы человек пришел и комфортно работал. Вот, чтобы не было геморроя никакого. Нужно все очень сильно продумывать. Футрак, вот у ребят, у ледяных колес, он наполняется как конструктор. Ты можешь все, что угодно. Вот все, что ты захочешь, там можно баню сделать, да? Там можно сделать офис, все, что угодно. Нужно продумать, что тебе конкретно нужно. Сейчас я готов говорить о том, что это упакованный бизнес, рабочий, который приносит деньги, которые можно уже менять. Мы с Юлей готовы менять его дальше. И мы уверены, что люди, которые будут меняться с нами, будут довольны тем, что там... Пока мы не обменяли его, мы все равно будем улучшать его все больше и больше и больше. У нас есть проект, у которого есть конечная цель, и мы идем к этой конечной цели. В итоге мы хотим доменяться до квартиры. В Москве в пределах МКАДа. То есть, если она в 10 метрах за МКАДом, мы уже ее не возьмем. Просто многие нам пишут, а вы чего, почему вы остановились, почему все это точка в обменах. Нет, не точка в обменах. Точка в обменах – это квартира в Москве. Если вам нужен хороший, готовый бизнес, прибыльный, желтый, вкусный, пишите мне, Юле, и будем меняться. Вот такой бизнес. Вот сейчас мы стоим на гастрите, мы понимаем, что это круто, это пользуется спросом, это нравится людям, и поэтому нам тяжело с этим расставаться. Лучше из них. Лучше, чем Blackstar, лучше, чем Prime. А, кстати, у нас есть технологические карты бургеров, лучших в Москве. Единственный, кто с нами может конкурировать – черная мамба из Бургер Хирургса, понятно? А остальных мы всех делаем. Мы вкусные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»